После двух туров «Зенит» замыкал турнирную таблицу в группе, не набрав ни одного очка в двух предыдущих встречах. Римский клуб возглавлял таблицу, набрав четыре очка, что при победе оставляло команде Сергея Симака хорошие шансы на борьбу за выход из группы. На руку питерцам оказалось и то, что половина основного состава «Лацио» из-за коронавируса не смогла принять участие в этом матче. Среди отсутствующих был и Чиро и Мобиле, яркий и забивной форвард. Впрочем, проблем в атаке хватало и у «Зенита». Только-только восстановился Артем Дзюба, который явно переутомился в последнее время. Получил травму Себастьян Дриуси, не вернулись в строй Сердар, Азмун и Малком. «Зенит» с начала матча заиграл куда активнее соперников и явно лучше, чем неделю назад в Дортмунде. И в одном из эпизодов первой половины встречи смог забить. Дзюба скинул мяч на Александра Ерохина, который буквально в упор расстрелял ворота. После перерыва «Зенит» снова больше владел мячом, но наставник римлян Симоний Индзаги провел ряд замен. И одна сработала. Экс-футболист «Локомотива» Филиппе Кайседа принес своей команде столь желанную ничью. В самом конце встречи Дзюба поразил ворота, но арбитры зафиксировали у капитана «Зенита» «Оффсайт». После трех туров у Лацио стало пять очков, у «Зенита» одно. Брюге четыре очка и Борусия из Дортмунда три, свой матч проведут позже. 24 ноября Лацио примет российский клуб на своем поле.